Елена Владленова. Ведьмак. Белый волк и черный камень. Глава 1. Аника, а Аника, шелестел ветер, в склоненных над водою ракитах. Аани и Каа. Кричал далекий голос. Где-то в травяных зарослях, едва слышно, плакал ребенок. Голоса сплетались с тревожным шумом листвы, едва слышными горестными звуками. Темная вода несла на себе тусклое золото опадающей листвы и сломанные недавней бурей ветки. Черное мерцающее зеркало течения отражало неясный силуэт, простоволосую голову, тонкую девичью фигуру в пасконной рубахе. Бледное бескровное лицо. Пустые мертвые глаза. Женщина подалась вперед, водная гладь содрогнулась от всплеска, растеряла весь глянец неспешного течения. А Ани Ика, что же ты наделала? Сны наваливались внезапно, как ком с горы, давили на грудь, жимали виски, но при этом дарили некий ключ предвидения. Они были важны и неоднозначны. Их приходилось разгадывать, ища подсказки в реальных событиях. Ценны были подробности, мелкие едва уловимые детали, такие, например, как тень, внезапно повисшая над водой, или чей-то едва уловимый вздох. Управлять своим сознанием в этом неясном мире было сложно, ведь он не провидец и не снаходец. Любое собственное действие могло исказить сведения по крохе, которого следует найти, знания, посылаемые высшими. Он, наверное, не должен был останавливаться на этой поляне, недалеко от тракта. Время было очень неудачным, день клонился к вечеру, и до постоялого двора оставалось недалеко. Только когда трудности людей интересовали богов, одарили тебя при рождении особыми способностями, так будь любезен, исполняй свое предназначение. Ведьмак и так должен был благодарить Макош-матушку за снисхождение. Подождала с видением, пока он углубится в лес, на полсотни шагов. Дорога была пока пустынна. Зато тащился за ним на хвосте целый эскорт головорезов. Их он засек их еще полдня как, а того и непонятно было, отчего они до сих пор не напали. Вот и не в руку был этот внезапный сон. Тем неприятнее было вынырнуть из грезы, под грубые голоса, раздавшиеся над ним. А мужик так, ничего себе, зажиточный. Одежа на нем справная. Только раз такую и видел у ведьмаков, что к хозяину приезжали. У них, сказывают, и лошади особенные, заметил хрипатый. А сам дрыхнет без задних ног. Ничего не чует. Хухрик говорил, что он старый уже, слабый. Так и сдохнет. Может, разбудить? Засомневался гундосый, перебивая напарника. Странный он какой-то. Никада такого не видал. Темный весь, как головешка, солнцем прокопченный. Давай тряханем. Не е, не надь. Мороки больше. Луччи, сразу подрезать. Вот только наголовник на дать скинуть, кровяки буди много, не отмоется. Они обсуждали его смерть, как уже само собой разумеющийся, свершившийся факт. Зря. Он, конечно, прожил долго, значительно больше многих, но кто сказал, что достаточно? Наверное, между товарищами было давнее соперничество, или особый план чистого убийства, потому что первый, довольно грубо, ткнул его в плечо, шипастой дубинкой, сверзая на бок. Дернулся было, тут же сдернуть глубокий куколь, да ухватить за волосы, но замешкался, глядя, как безвольно качнулось тело. О! Гля, он, кажись, уже сам окочурился. Удивился съезжающий в сторону, по шершавому стволу, сосной фигуре. Это было последнее такое по-детски искреннее изумление в его бестолковой жизни. Путник внезапно ожил. Выпростал руку, будто собирался схватить молодого разбойника за кафтан, но лишь легко ударил в середину груди. И тот внезапно отлетел, распластавшись на земле без движения. Его товарищ опешил, заозирался по сторонам, испугавшись неожиданной прытия от того, кто заведомо казался легкой жертвой. Попятился, судорожно жимая в кулаке короткий тесак, но даже не пытаясь применить его в деле. Возможно от того, что его сковала неведомая сила, которой повеяло от незнакомца. Нарябом, заросшим мелкими и редкими курчавинами лице, отразился ужас. Эй! Эй! Завопил гундосый, призывая на помощь товарищей, которые тщетно пытались поймать лошадь путника, окружив животное со всех сторон. Она легалась, играя, поднималась на дыбы, и так и норовила, клацая зубами, отгрызть у незадачливых хитников что-нибудь выдающееся или загребущее. Резво вскочивший на ноги, ведьмак уже наступал на гундосова мужичка с улыбкой на сизоватых, как у покойника, тонких губах. Жути, его сухопарому, закутанному в черное кожаное одеяние телу, добавляли неведомо как светящийся сквозь капюшон, закрывавший пол лица, глаза. Руки в перчатках выплетали нечто странное. С ладоней сорвалась тонкая паутинка, стремительно понеслась к разбойнику.